Продолжение следует... Здесь обстрел кладуть параметри в бліндажі. Нас танк обстрілює. Всі в бліндажі сидимо, чекаємо, коли успокоїться. Зараз по нам стріляли гради, і це були касетні боєприпаси, два з яких розірвалися з певною затримкою. Це теж дуже небезпечно, треба мати на увазі завжди під час таких обстрілів. Ось там, наверное, на машині... А чого-то не переживайте, можна на одному пустому колесі, на трьох пустих вийдати, на партикулах. О, Васька, цеган світиться, як завжди. Романтика, так? Каже, романтика. Все, хлопці, тримайтеся. Все, мужики. Дякую вам. Все добре. Давайте, хоть старатись. Бережнімко. О, ти перший. Бережіть. Я за тобою. Давайте, спочатку, група кіаном. Погнали. Давай, давай, кидем. За посадки сказали, за посадки. А? За посадки сказали. Дякую тві душ. Ще, ще спаю? Ще, ще спаю? Щас. Мы смогли добежать. Машина наша серьезно повреждена, но едет. Самое главное, поэтому сейчас топим как можно быстрее, потому что дорога простреливалась. Машину нашу, конечно, не узнать. Заднего стекла нет. Вот. Но это, я думаю, что не самое страшное. Главное, что все живы. Вот один из осколков. Прошел через двери нашего авто. Вот здесь вышел. Прошел через водительское сиденье. Тут как раз был журнал. Сухопутный войск украинской армии. И вот он, осколочек, возле фото нашего главнокомандующего. Маленький, но очень неприятный, если бы попал в кого-то из нас. Извините. Итак. Пожел через водитель...